Для меня это была очень продуктивная неделя с точки зрения именно изучения английского языка, потому что для себя я наконец-то нашла ту оптимальную методику, которую я хочу использовать просто каждую неделю, каждый день, с которой я хочу с вами поделиться. А вообще, помимо этого, я еще нашла одно очень классное приложение, которое наконец-то меня полностью устраивает, потому что если вы смотрели предыдущее видео про ресурсы и источники изучения иностранных языков, то я там говорила, что, к сожалению, для английского языка я ни в ВКонтакте, ни в каких-то других сообществах не могу найти ничего нормального, чтобы меня полностью удовлетворяло для изучения языка английского в очень активной и эффективной манере. Теперь же я такое приложение нашла, которое мне просто полностью соответствует по всем параметрам. Называется оно Amina. Установить вы можете его совершенно бесплатно. Все ссылки для скачивания оставлю внизу. Помимо группы с английским языком, здесь еще есть много других сообществ, но меня сейчас интересует исключительно английский. Вот поэтому, чтобы найти эту группу, достаточно просто набрать английский язык. У меня здесь есть свой профиль, здесь я Мария Дробышевская. В этом сообществе есть просто множество материалов, правда, полезных и очень удобных. Одно из первых вообще вещей, которые я здесь прочитала, это была вот эта милая статья по интересным фактам про сыры. Кроме этого, здесь есть и грамматическая составляющая. Для меня является просто палочкой, вручалочкой. Самая просто душа этого приложения, его сердце, это, конечно же, люди, которые там есть. Это интерактив, который там происходит, то есть, с которыми можно поговорить в чате, которым можно задать вопрос. Это просто совершенно адекватные, милые люди, которые не будут смеяться, если у вас есть какие-то ошибки, если вы просите их о помощи. Это такие же заинтересованные в эффективном и быстром изучении английского языка люди. В общем, я всем очень рекомендую, и я уверена, что, правда, вот это приложение, оно полезное, и оно может действительно быть эффективным, если вы начнете им пользоваться и пользоваться с умом. Вообще, в последнее время, я, знаете, я себя стала заставлять именно вести записи в моем ежедневнике на английском. Я не знаю почему, но я совершенно забыла, насколько это эффективно, потому что как только я начинала учить французский, я записи свои такие, типа, что мне нужно сделать, что я не должна забыть, я вела их на французском. Было хорошо, что я вот тогда себя преодолела и просто начинала писать какие-то вещи на французском, пусть даже с ошибками, но я именно пыталась как-то сформулировать свои фразы. В общем, сейчас я то же самое начала делать на английском, и, наверное, стоит даже какие-то мысли свои, просто предложения формулировать на английском языке и просто все это записывать. Вообще, в последнее время я очень здорово увлеклась вот такой грамматикой английского языка от Реймонда Мёрфи. Она тоже совершенно бесплатная, и в ней упражнения подобраны так, что ты можешь полностью выучивать фразы, которые даются в этих предложениях. Старайтесь всегда записывать то, что вы выполняете в упражнениях. Потому что я знаю по себе, это у меня даже с русским происходит. Сейчас, когда можно просто все выбить в тачпаде, и когда у тебя есть автозамена, у тебя, когда тебе приходится писать в каких-то ситуациях от руки слова, будь то на русском, либо на английском, либо на французском, то у меня, по крайней мере, у меня какой-то ступор происходит. Помимо этого, я сейчас полностью перестала как-то смотреть видео на английском языке, то есть именно видео художественное, но при этом я нашла для себя такой формат, который меня заинтересовывает, который меня полностью поглощает, и который я действительно могу применить на практике. Здесь речь идет об обучающих видео на YouTube. То есть я, как графист-дизайнер, мне очень интересны именно обучающие какие-то штуки на английском языке, связанные с какими-то программами типа Illustrator, либо InDesign. Вот, я все это сейчас смотрю именно не на русском языке, нет, ни в коем случае, но на английском, с субтитрами, с достаточно медленной скоростью. Во-первых, чтобы понять, куда смотреть, когда мне человек объясняет, какую программу нужно использовать, те или иные действия. Но я стараюсь выписывать лексику, которая используется. Все-таки это здорово, смотреть именно обучающие видео на английском языке по вашим тематикам. Во-первых, на английском YouTube есть гораздо больше информации, чем на русском YouTube. Во-вторых, таким образом вы уже сможете быть в курсе вообще всех трендов, которые происходят в вашей сфере. Ну и немаловажный вопрос, это, конечно же, терминология, которая сейчас, она вся манифицирована, она вся на английском. И вам будет легче, если вы, смотря вот такие вот обучающие видео, всю эту терминологию будете выписывать к себе, что, в принципе, я сейчас делаю, когда есть какие-то слова специфичные для дизайнеров, для графистов. Я это все записываю, пытаюсь повторить, запомнить. Продолжение следует... Продолжение следует...